С днём рождения, любимый край, 15 июля Неницкому округу исполнилось 86. Молока стало больше. В регионе подсчитали валовый удой молока за первое полугодие. Ставки есть, а вот занять их некому. В красном нуждаются в квалифицированных кадрах. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Цепетова. Родился в 1929-м, в 30-м стал национальным, в 1970-м получил автономию. 15 июля Неницкий автономный округ празднует свой 86-й день рождения. С приветствием ко всем жителям нашего края обратилась председатель Верхней Палаты Российского парламента Валентина Матвиенко. Неницкий автономный округ имеет уникально природно-ресурсный потенциал, составляющий значительную часть национального богатства России. Благодаря трудолюбию жителей регион сегодня является одним из перспективных субъектов Российской Федерации, где активно развиваются минерально-сырьевая база, сельскохозяйственные, рыбодобывающие и оленеводческие комплексы. Председатель Верхней Палаты Российского парламента пожелала жителям округа здоровья, счастья и благополучия. Телеканал «Север» каждый день рассказывает о славном историческом пути нашего округа в кадрах кинохроники, воспоминаниях героев-созидателей, программах и фильмах. Впервые наш телеканал поздравил округ с 80-летним юбилеем в фильме «На окраине милой России». Заповедный и добрый арктический край, мир суровой зимы и полярного лета, уходящего мира языческий рай, птичьих стай и туманных печорских рассветов. Времена, когда немцы были необразованными и их называли самоедами, прошли. Сегодня представители моего народа имеют научные звания, возглавляют предприятия, блистают в литературе и на сцене. После создания национальной территории коренные жители принимают участие в решении общегосударственных вопросов, поднимая округ на новую ступень развития. Журналисты нашей телерадиокомпании создали документальные фильмы о каждом предприятии города и округа, рассказали о трудовом пути коллективов, Наринмарского авиаотряда, окружного суда, спортивных учреждений, школ, нефтяных месторождений. Показали, как работают оленеводы, живут поселки округа, как сохраняется национальная культура. Герои наших программ – жители округа, учителя, строители, нефтяники, газовики, спортсмены, депутаты, люди, от работы которых зависела и зависит судьба целого края. Наш земляк, ветеран труда и почетный гражданин Ненецкого округа Федор Степанович Филиппов в 70-м году разрабатывал проект закона об автономии национальных округов для предоставления правительству Российской Федерации. Происходило это историческое событие в поселке Нельминнос, куда для работы над проектом приехали люди, для которых судьба округа стала личной судьбой. Край получил автономию, стал равным и равноправным субъектом Российской Федерации. Сегодня Федор Степанович поздравляет жителей округа. Не надо забывать прошлое. Прошлое было очень хорошее, но перспективу надо думать вперед. И все, что впереди задачи поставлено перед округом, надо выполнять. К поздравлениям Федора Степановича присоединяются все герои наших телео- и радиопрограмм, а их без малого весь округ. Молока стало больше. В Ненецком округе подсчитали валовый удой молока за первое полугодие. Перед веками производства стали Ненецкая агропромышленная компания СПК «Харп». Средним на одну корову на этих предприятиях пришлось по 2600 кг молока. По окружным хозяйствам средний удой на одну корову увеличился на 8%. В абсолютных цифрах это составляет 15 513 центнеров, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса такую динамику связывают с дополнительными мерами поддержки сельхозтоваропроизводителей в регионе, которая, в свою очередь, стимулирует предприятия работать на повышение объемов производимой продукции. Это подтверждает и директор Ненецкой агропромышленной компании Анатолий Чудочин. Много факторов. Кормление, отношение людей к работе лучше, заинтересованность лучше, потому что мы получаем большую дотацию с окружного бюджета, а смогли повысить заработную плату для работников. Благодаря переходу на новый механизм поддержки сельхозпроизводителей молочная отрасль Ненецкого округа в минувшем году впервые получила прибыль, а поголовье крупного рогатого скота в округе стабилизировалось и составляет в настоящий момент 1505 голов. Чтобы выйти на полное обеспечение потребностей округа в молоке и молочной продукции, поголовье коров должно быть в три раза больше. Несмотря на это, дефицита молока в округе нет. Более того, по контракту, заключенному между Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа и открытым акционерным обществом ВИТО, дети, не посещающие детские сады, получают молоко и кисломолочные продукты бесплатно. Рецепт выписывает педиатр, а родители ребенка получают молоко в магазинах ВИТО. За шесть месяцев этого года по контракту для детей отпущено кефир, обогащенного бифидобактериями «Бифидок» 22,2 тонны, молока пастеризованного 31,5 тонны. Острый и парадоксальный вопрос, кто будет лечить. В национальном поселке Красное требуется стоматолог и педиатр. Ставки есть, а вот занять их некому, да и не хотят особо. В последнее время молодые специалисты от работодателя стали требовать все и сразу. Благоустроенное жилье, высокую зарплату и десятки различных гарантий. Перечень симптомов больного вопроса составил Олег Хатанзейский. Январь 2014 года. В Красном открывают новую и долгожданную для поселка амбулаторию. Однако после торжественного перерезания ленточки здание будет стоять пустым еще не один месяц. Руководство медучреждения не сможет получить лицензию на деятельность. Вопрос решится только в декабре своих первых пациентов. Амбулатория примет за день до Нового года, словно подарок населению. Новая амбулатория очень красивая, очень просторная, светлая и как бы всем хочется попасть и работать в хороших условиях. Площадь старой амбулатории всего 200 квадратных метров. Размеры новой в три раза больше. В кабинетах имеется высокотехнологическая аппаратура, различные оборудования и необходимые препараты. Правда, тех, кто должен с этим работать, просто нет. Амбулатория остро нуждается в стоматологе и педиатре. «Приходят, посмотрят, уезжают. Потому что требуют благоустроенное жилье, чтобы была инфраструктура определенная, чтобы было транспортное сообщение хорошее. К сожалению, у нас проблема с транспортом. Даже периодически невозможно выехать. Приходится пользоваться санавиацией». Иван Баранчик в должности главврача уже два месяца приехал из Архангельска. Условиями, в которых работают он и его подчиненные, заведующий амбулаторией, конечно же, гордится и не понимает, почему молодежь смущает сельская жизнь. Не привлекают молодых врачей даже денежные выплаты. Ведь, приехав в населенный пункт работать из другого региона, специалист получит миллион рублей. Возможно, этот фактор и стал решающим для педиатра, который собирается приехать в Красное уже через пару месяцев. Открытым остается вопрос со стоматологом. «Достаточно давно у нас не было стоматолога, не оказывалось такой помощи населению. Обещают, что будут ездить, но, по крайней мере, пока у нас никого не было». Сейчас, чтобы получить помощь зубного врача, жителям Красного приходится ездить в город. А это неудобно и затратно. Визит стоматолога со своим оборудованием в столицу региона намечен лишь на октябрь месяц. А вот кабинет для физиотерапевтических процедур будет готов через три месяца. Зато в августе в здании амбулатории появится аптека. «Аптечный пункт откроется прямо здесь, чтобы это будет очень удобно для всех, кто приходит за получением медицинских услуг и сразу приобрести необходимые препараты для лечения своих близких и самого себя». Штат амбулатории – 18 человек. Из них 95% – это местные кадры, то есть те, кто, отучившись, вернулся работать в родной поселок. «Это очень хорошо, что в родные стены вернулись люди, чтобы отдать дань родному Ненецкому автономному округу». Так может быть, это и есть выход из больного вопроса о кадрах. Олег Котанзийский, Сергей Качугов, Телеканал «Северкрасное». Жители окружных сел испытывают транспортные неудобства. Из-за поломки судна «Северная транспортная компания» отменила рейс в Тельвиску. Либо долететь самолетом, либо доплыть по Печорьям – такова специфика нашего края. И расписание здесь зависит не только от погоды. 13 июля из-за поломки скоростного катера «Северная транспортная компания» отменила рейс в Лабожская, 15-го – в Тельвиску. Страдают не только пассажиры до конечных пунктов, но и промежуточных. Владимир Максимов уже несколько дней не может добраться из Великовисочного в Наринмар. Все время так у нас. Просто люди молчат. Терпят да молчат. А я не вытерпел. Вот и позвонил вам. Выехать из Виски в город желающих очень много. Кто в больницу, кто по другим делам. На целый месяц в отпуск ушел работник сберкассы. Снять деньги, заплатить за кредиты теперь можно только в городе. А в город не попасть, тетуют жители. В «Северной транспортной компании» понимают всю серьезность ситуации. К ремонту вышедшие из строя скоростной лодки приступили сразу же. Сейчас мы, скажем так, разбираем двигатель. Надо продефектовать, посмотреть неисправность. Но там дальше будет видно уже по срокам. Пока плавсредства находятся на ремонте, в расписании моторных лодок идет небольшой сбой. А расписание теплоходов изменить нельзя. Хотя жители Макарова просят запустить в деревню теплоход вместо моторной лодки. Желающих уехать в город порой бывает очень много. Рейс от 15 июля смог забрать только половину желающих уехать. Остальные остались за бортом. Ну как-то вроде обходилось, я ничего. Забирал всех. Вот сегодня так получилось конфликт. Конфликт объясняет погода. Жители Макарова признаются, что количество желающих всегда прямо пропорционально погоде. Чтобы дойти до судна, нужно сначала добраться до Печоры, вброд. В плохую погоду желающих не так много. Поэтому о целесообразности теплоходов Макарова в транспортной компании обещали подумать. Загрузка нестабильная. То есть в один день может быть много народу, а в другой день корабль может идти пустой. Напомню, сегодня перевозки пассажиров, не считая вышедшие из строя лодки, продолжают осуществлять три теплохода. Ясовый, Пустозерский и Юрий Россихин. А также один скоростной катер. В этом сезоне в распоряжение предприятия поступит и еще один скоростной катер «Барин» с вместимостью до 18 человек. По словам начальника северной транспортной компании, все рейсы выполняются строго по расписанию. Выглядит оно так. Моторные лодки ходят из Наринмара в Лабожское и обратно в столицу региона в понедельник, среду и пятницу. По пути катер заезжает в Макарова, Оксина, Хангурей, Каменку и Великовисочная. Ежедневные рейсы совершаются из Наринмара в Тельвиску и обратно. По маршруту Наринмар-Нельминнос-Наринмар можно уехать во вторник, среду, пятницу и субботу. По пути катер заходит в Андик. В пятницу движение моторных лодок осуществляется из столицы региона в Макарова и обратно. В понедельник и четверг моторная лодка выходит из Наринмара в Каменку и обратно в Наринмар. Теплоходы движутся по следующему расписанию. В понедельник и четверг судно выходит из Наринмара в Лабожское через Макарова, Оксина, Хангурей, Каменку и Великовисочная. Обратно из Лабожского в Наринмар судно идет по вторникам и пятницам, по тому же маршруту. По субботам и воскресным дням теплоходы ходят из Наринмара в Каменку и обратно. с заходом в Оксино и в Хангурей. Также судно ходит ежедневно из Наринмара в Тельвиску и обратно в столицу региона. По понедельникам, четвергам и воскресным дням движение теплоходов осуществляется из столицы региона в Нельминнос через Андики Кую. Каждый понедельник пассажирский теплоход идёт до деревни Тошвиска. В регионе продолжают орудовать телефонные и интернет-мошенники. В руки аферистов наивные жители округа за полгода отдали больше 800 тысяч рублей. Об отзывчивости и щедрости северян уже давно ходят легенды. Этими пользуются телефонные и интернет-мошенники. Только за последние полгода на их удочку попались 46 жителей округа. На уловки аферистов попадаются и стар, и млад. Неважен здесь и социальный статус. Доверчивыми и наивными оказываются и студенты, и пенсионеры, и рабочие представители власти. 14 июля в окружную полицию обратился мужчина. Он перевёл мошенникам 149 тысяч рублей. Для Наринмара подобные случаи, как гром среди ясного неба. Ведь в регионе постоянно ведётся профилактическая работа. О телефонных и интернет-мошенниках в режиме нон-стоп говорят и федеральные СМИ. Но, несмотря на все предупреждения и очевидные уловки, жители округа только за последние полгода совершенно добровольно отдали мошенникам 871 тысячу 100 рублей. Эти деньги ушли безвозвратно. Вернуть их владельцу невозможно, говорят сотрудники полиции. Об этом говорит и статистика прошлого года. Из 83 дел о телефонном и интернет-мошенничествах раскрыты не более пяти. Сложности кроются в специфике разбирательства. Ведь в 100% случаев преступления против жителей округа совершаются жителями других субъектов или гражданами других государств. Зачастую аферисты находятся в местах лишения свободы, а деньги уводятся в офшоры. Самые популярные и действенные уловки мошенников – это банальные СМС-сообщения с текстами вроде «Мама», «Положение денег на телефон», «Я попал в беду» или «Просьба перевести деньги на карточку». Большое количество жертв попадаются на звонки, где якобы сотрудник службы безопасности банка говорит вам о том, что ваша карта заблокирована. И чтобы этого избежать, вам необходимо подойти к банкомату и проделать ряд нехитрых действий. Огромное количество денежных средств люди теряют в интернете, гонимое желанием снять квартиру или купить дорогостоящую технику подешевле. Все чаще происходят случаи мошенничества в интернет-магазинах. Оплачивая покупки, вы рискуете остаться и без покупок, и без денег. Для того, чтобы мы оберегали себя, надо использовать определенные минимальные требования. Никому ничего не говорить, никому нигде не верить, никакие дешевые сыры не покупать в интернете, не светить свои персональные данные, паспортные данные, не скриншотить, не отправлять неизвестно кому. Прежде чем отправить кому-то денежное средство, подвергните сомнению достоверность полученной информации. Если это возможно, перезвоните родственникам, друзьям или в банк. Не совершайте покупки на сомнительных сайтах. Читайте отзывы. Не гонитесь за призрачной выгодой, предупреждают сотрудники полиции. Это залог личной безопасности, а главное – сохранности ваших денежных средств. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В режиме офлайн минувшей ночью большая часть жителей Ненецкого округа осталась без интернета. По информации Ростелекома, причина отключения всемирной паутины – работы на магистральной сети связи в Республике Коми. Однако, по некоторым данным, в соседнем регионе на оптоволоконной линии произошла авария, которую устраняли несколько часов. Сейчас, впрочем, интернет на Ринмаре и населенных пунктах работает исправно. Однако, в ближайшее время его снова не будет. Подробности в нашем следующем материале. Онлайн-вещание на сайте телеканала «Север» прекратилось в 12 часов ночи. Его возобновили только в 4 утра. О том, что в ближайшее время произойдет отключение интернета, наших инженеров не предупредили. Но в компании Ростелеком утверждают, что рассылка была, а абонентам, которые ее не получили, стоит проверить свои почтовые ящики. Сигнал интернета минувшей ночью пропал почти во всем округе. Без всемирной паутины остались как организации, так и жители. В региональном управлении информатизации связи об инциденте знают. По их мнению, в КОМе была авария, а ее последствия ощутили не все. Очередное отключение интернета запланировано в ночь с 16 на 17 июля. Его не будет с 0 часов и до 5 утра. Причина та же – очередные работы на магистральной сети связи. Поэтому заранее скачайте или сохраните важные для вас файлы и документы. Это были новости от наших корреспондентов. Далее прогноз погоды.